Султан-элеватор мельничный макаронный комплекс основан в 1996 году. С тех пор представители предприятия успешно производят макаронные изделия – муку, занимаются складированием и хранением зерна. Общая суммарная производительность цеха – 8 тонн в час или 192 тонны в сутки. Продукция реализуется не только по Казахстану, но и в Россию, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан и Монголию. В планах запустить новый дизайн упаковки макарон. Две мельницы. Одна по переработке твердых сортов пшеницы, то есть у нас свое сырье, и из них мы непосредственно получаем муку высшего сорта для макаронных изделий и делаем макаронные изделия. И у нас также есть мельница по переработке мягких сортов пшеницы, где мы вырабатываем муку высшего сорта для потребления всех потребителей. Следующим пунктом назначения стал хлебобулочный комбинат. Здесь производят и кондитерские изделия. На выпекание хлеба, включая закваску и замес, уходит 7 часов. Также Акимобласти посетил место строительства детского сада в микрорайоне Береке, который начат в октябре 2023 года. Побещение планируется сдать в эксплуатацию в ноябре текущего года. Петропавловской селе у нас строится потребность в дошкольных местах. Для этого у нас начато строительство. Вот сейчас мы находимся на стороне площадки детского сада на 140 мест в микрорайоне Береке. Подрядчик этого основания. Сумма проекта в миллиард 300 миллионов тенге порядка. Этот сад закроет полностью потребность в дошкольных местах в данном микрорайоне. Также ГАУЕС Турсанович ознакомился с деятельностью оптового распределительного центра компании «Радуга». В помещении хранят три вида товаров народного потребления. Это продукты питания, предметы домашнего обихода и бытовая химия. Кроме того, ТОДС производят муку и зерновые. На рынке уже 21 год. На предприятии работают 70 сотрудников. Завершающим объектом стала компания по сборке мотоциклов «Урал». Товар экспортируют в Австрию, Корею, Россию. За прошлый год собрано 390 транспортных средств. География наших поставок очень обширна. Это Европы, страны Европы, страны Азии, ближнего зарубежья, Российская Федерация. Стоимость мотоцикла варьируется в зависимости от цветовой гаммы и комплектации. И начинается она 20 тысяч долларов. В компании работают 20 сотрудников. Заработная плата составляет 200 тысяч тенге. В планах на 2024 год начать реализацию мотоциклов в Казахстане.